Насколько доступен для лиц с инвалидностью столичный железнодорожный вокзал, решили выяснить члены партии Аманат. Поводом стали жалобы от казахстанцев. Партийцы не только осмотрели уборные комнаты ожидания, но и попробовали подняться на коляске по пандусу. Что из этого вышло, знает Алиял Мухамбетова. Здание вокзала состоит из двух блоков. Старый вокзал построили еще в 1961 году, а новый в 90-м. Последний капитальный ремонт здесь был 20 лет назад. Обновить железнодорожные ворота столицы хотят и даже проект готов, но когда начнется ремонт, неизвестно. В сутки вокзал Астана, в билетах это станция Нур-Султан-1, посещают около 15 людей с инвалидностью. Депутат городского маслехата попробовал подняться по пандусу сам. Угол не такой высокий, я думаю, что здесь снипы выдержаны, но тем не менее это не так легко. Очень даже тяжело. Без помощи другого человека, конечно, тяжело. Далее нужно найти все остальные спуски. И только тогда человек в инвалидной коляске попадет внутрь. На вокзале в смене по 10 дежурных. В комнате ожидания мы увидели реального пассажира. Руслан Байганин возвращается домой в Кустанай. Билеты всегда покупают в специализированный вагон. Подъехал к вокзалу, да, там есть кое-какие пантусы, проехать сложно, но подъехал к кнопке вызова к пантусу, нажал на кнопку, через какое-то время выбежал человек, помог. Нарекания общественников вызвала сама комната ожидания для людей с инвалидностью. Мне не нравится мебель, которая здесь стоит, карта, информационная доска. Сегодня 2024 год, и мне кажется, нужно это все переоснастить давно. Ведь правила в отношении наших людей с ограниченными возможностями, я их называю сильными возможностями, уже давно пересмотрены. И вот это все, это просто можно выкинуть на свалку. Косметический ремонт здесь, конечно, делают. По словам работников вокзала, они стараются поддерживать чистоту и порядок, даже за собственный счет. То, что от вокзала мы можем предоставить, естественно, мы предоставляем. Мебель в этой комнате, она из дома. Все, что было, соответственно, с годами приходит в негодность, поэтому, чтобы поддерживать какие-то более-менее удобные условия для людей. Начальник вокзала говорит, что комнату ожидания расширят, объединят соседние. Члены комиссии заглянули и в специальную уборную, а также в другие помещения. Мы выявили много таких мест, что не подходят по стандарту. Мы сейчас будем все эти вопросы поднимать, поднимать на уровне министерства, на уровне КТЖ. Аманатовцы в рамках своего проекта «Акедергос Искорам» пообещали взять доступность таких объектов для людей с ограниченными возможностями под контроль. Алиял Мухаммедова, Рустам Абельдинов, Астана, Первый канал Евразия.